Хотя количество людей, которые заболевают туберкулезом каждый год во всем мире, не изменяется или снижается, из-за роста численности населения абсолютное число новых случаев продолжает расти. Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения ежегодно проводит мониторинг очагов этой инфекции. И хотя с 2000 года в Эстонии число зарегистрированных случаев туберкулеза продолжает падать, сократившись в прошлом году с 812 до 246 случаев, наша страна по оценке ВОЗ входит в число стран с высоким уровнем заболеваемости, так называемым мультирезистентным или особо резистентным видами туберкулеза. Политик Маргарита Черногорова знает об этом не понаслышке, ведь судьба сложилась так, что туберкулезом за полвека переболели многие члены ее семьи. Я хочу сказать, что туберкулез это очень серьезно. И это очень сложно для семьи, потому что надо беречь всех членов семьи от того, кто заболел. И поэтому определенные меры безопасности дома, они должны обязательно быть. Это не мелочь, это не пустое дело, полотенце, одеяло, простыни, посуда. Все у больного должно быть отдельно. И тогда вы убережете ваших детей, потому что обязанность еще и уберечь детей от этого заболевания. Мои дети не заболели. Нужно учесть, что туберкулез может повторяться не единожды, так как он по-разному реагирует на современные средства лечения, приспосабливаясь и возрождаясь. И хотя это заболевание без особой сложности выявляется на профилактических осмотрах, как показывает практика, жители нашей страны продолжают их избегать. Так даже при нашей современной медицине в прошлом году в Эстонии от туберкулеза скончались 23 человека. Профилактика, она, как говорится, если человек хочет, он, конечно, будет искать. И семейные врачи, в общем-то, занимаются этой проблемой. Понимаете, но это ведь не туберкулез, если как профилактика туберкулеза. Это условия труда, это для начала. Условия жизни, это второе. Понимаете, это нормальное питание, это третье, это деньги. В январе в нашей стране были зафиксированы 14 новых случаев заболевания туберкулезом. В феврале к ним прибавились еще 15, в марте 16, в апреле и мае 15 и 11 соответственно. Все эти случаи болезни крайне опасны, ведь они могут повлечь за собой скачок заболевания, особенно учитывая растущее число асоциалов в стране. Так что 246 новых случаев туберкулеза цифра для нашей небольшой страны действительно немалая. Поскольку, в отличие от многих других недугов, это весьма заразное инфекционное заболевание. Поэтому наше общество должно всерьез задуматься о предупреждении Всемирной организации здравоохранения.